Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, мои дорогие гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. Канал добрый да гармоничный, с раскладами, медитациями, чистками, онлайн-чистками, онлайн-медитациями, различными ритуалами. И все это пригодится вашей жизни. И если вы по ленте вдруг увидели это видео или видео с моих каналов, ведунья Вивьена или Вивьена и жизнь, знайте, вам высшие силы дали знак. Я знаю, что вы подписаны на разных тарологов, а я вам рекомендую Лора Таро Магия. Очень интересная девочка, очень интересный таролог. И также она делает ритуалы, они у нее работают, у нее есть сила. И, пожалуйста, поддержите ее канал. Ссылка всегда дана, и мои контакты тоже даны в описании и в закрепленном комментарии. Если вы нажмете на хэштег, где будет Вивиена, вы на мой канал попадете. Если вы нажмете на хэштег, где у меня будет написано тоже Лора Таро Магия, вы попадете сразу на ее канал. Пожалуйста, подписывайтесь ко мне, кто не подписался. Ставьте колокольчик темного цвета, проверяйте подписки и колокольчики, а также рекомендую вам Лору Таро Магия. У нее высшее образование и медицинское. Она удивительный человек. А сегодня я сделаю такой расклад. У нас сейчас растущая луна, и сегодня еще такой день, не буду говорить, я не приверженна с никаким религиям, но день, когда очень много можно помочь себе в жизни. И на любую растущую луну можно делать данный ритуал. Ритуал такой. Я вас предупреждала на одном из каналов. Собирайте чеки. Какие нужны чеки? Чеки нужны только те, которые вы, то есть то, что вы оплачивали за покупки любые, даже если через карту, все равно дают нам чек. И забирайте, пожалуйста, с кассы чеки, которые дают вам, когда вы оплачиваете пластиковой картой. На ней есть ваши данные, которыми могут воспользоваться мошенники. Знаете это. Что еще хочу сказать. Нужны чеки от покупок. Нельзя чеки, за которые вы платили там кредиты, лекарства, и если вы оплачивали какое-то лечение в поликлинике. Какие должны быть чеки? Чеки должны быть на деньги, которые заработали вы сами. Если эти деньги заработал муж, и вы купили в магазине, то это чек этого вашего мужа, мамы или папы, то есть чьи это деньги. Только чеки на те деньги, которые вы заработали сами, и вы на эти деньги что-то купили. И тогда эти деньги начнут вращаться круговорот. И очень легко это делать на растущую луну. Я рекомендую вот сегодня очень день. Такой сильный день. Снимаю 19 декабря. В любой день можно делать на растущую луну. Денежный день лучше пятница. Так я считаю. Но это каждый по-своему. И еще. Не отвлекусь. Мне наконец-то пришла посылка с Московской области от Антонины. Посылка терялась, попала в другую страну. Но все-таки ее нашли, и она пришла. Мне очень нужны были корни. Хрена и трава-чебрец. Она мне прислала две пачечки. И два килограмма изумительных корней. Спасибо, Антонина, что ты завернула в ситцевый платок такой русский. И ничего не сгнило. Все дошло. Дали ростки. И даже часть этих корешков Антонина я посажусь на огороде и попытаюсь, чтобы они выросли. Посмотрите, я такого хрена, хренятина я такого не видела. Вы посмотрите, какая хренятина. Ну, настоящий хренятин хрен. Вот такой огромный корень выкопала. Я просто показываю. Посылка долго шла. И вот благодаря, наверное, высшим силам и богам, что мне надо, ничего не испортилось. И сейчас мы начнем расклад. Еще расклад у нас будет перед ритуалом. У нас будет расклад, что мешает, перекрывает ваши деньги и благополучие. Кто-то не может найти работу, у кого-то работа очень неденежная, у кого-то деньги сквозь пальцы. И вот мы посмотрим, что мешает, а потом сделаем. И вы научитесь сами вот этот вот круговорот денежный. Еще, чтобы был у вас круговорот в деньгах, вы, когда оплачиваете что-то, даете деньги на кассу. Это за любое может быть. На кассу, там оплачиваете вы телефон, что угодно. Когда вы карточку вставляете, и у вас снимают деньги. Когда вы в телефоне снимаете деньги за какую-то оплату. В это время вы всегда говорите, покупаю себе материальное благополучие. Сейчас мы носим маски, индикатор рабов. Нужно маску немножко отодвигать. Если вы говорите на деньги, на наличные, отодвигать и говорить на них. Никто не обратит внимания, вам кажется, на вас обращать внимание, никому это не надо. Если кто-то какой-нибудь скажет, что там у тебя что, кукуй, не кукуй, просто делайте вид, что вам все равно. Запомните, никто на вас не смотрит, никому не надо. Но зато вы для себя будете делать благо и будете делать круговорот денег. А это самое главное, что мы потратили, должно вернуться. Мы потратили, вернуться. Вот так вот. Сегодня сделаю на три позиции. Это у нас и таро онлайн будет, то есть расклад или норман. Сделаю на три позиции. Вот у меня чеки. Я вот их копила-копила специально. И вместе с вами буду делать этот ритуал. Когда будете смотреть, как делать, вам этот ритуал, вот сейчас онлайн, вряд ли поможет. Если вы рядом положите свои чеки и будете сжигать вместе со мной, то и сила моя и перейдет еще к вам. Понятно? То есть пока я разговаривала, чеки свои вытаскивайте, которые накопили. И будем делать. А так накапливайте в течение месяца и потом на растущую луну делайте такой ритуал. Очень просто. Чеки нужно, когда вы собираете хранить там, где их никто не будет видеть. Какую-нибудь коробочку, пакетик. Я вот видите, набрала очень много. И у нас будет сейчас три позиции. Три позиции. Можете смотреть все три. Почему успокоились. Самое главное, сейчас вы должны быть абсолютно спокойны. Ничего, чтобы никаких мыслей. Я задаю вопрос, что? Что перекрывает ваш денежный канал, ваши деньги, благополучие? Что перекрывает? Мы посмотрим, что перекрывает. И сделаем ритуал, чтобы деньги приумножались и липли к вам, и был круговорот. Три позиции. Так. Один. Карты, правда, здесь не очень будут видны. Два. Три. Сейчас я посмотрю, видно. Так. Просто карты белые. Один, два, три. Один, два, три. Даже положить нечего. Таких гусенок здесь нет. Первый, второй, третий. Выбирайте, что вам подходит. Можете посмотреть все три варианта. Иногда это дополняет. И мы посмотрим, что действительно вам мешает. Что перекрывает денежный канал, вашу энергетику, материальные блага. Что перекрывает? Кто выбрал вариант номер один? Я буду докладывать потом Ленорман. Здесь действительно перекрыто. Потому что вышла карта денежная. А мы задаем вопрос, что перекрывает. Кто-то вам перекрыл. Или где-то вы кому-то позавидовали. Тут идет зависть на большие деньги. Вот он там столько получает. Вот здесь идет такое. Она может быть зависть не обязательно злобная. Но здесь идет такое. Что вам перекрывает еще? То есть денежный канал. Что перекрывает денежный канал? Вариант номер один. Здесь идет такое, что действительно здесь перекрыты деньги. И перекрыты деньги, что вы вот как-то внутренне позавидовали. Что там у власть стоящих такие деньги. А вот у директора такие деньги. А мы получаем меньше. Просто подумайте. Тут действительно перекрыто вашими мыслями. Вы перекрыли вот этот вот денежный канал. И тут идет еще такое. Не хочу жить по средствам. То есть вы перекрыли денежный канал, когда вы захотели жить лучше. И взяли кредиты, взяли в долг. Все. Вы перекрыли денежный канал. Потому что я вам уже объясняла, что деньги, кредиты, долги. Особенно кредиты так. То есть какие-то деньги должны были, вселенная должна дать Васе Пупкину. А вы пришли в банк и взяли эти деньги. И Вася Пупкин не получил свое. Вселенная ему все равно отдаст. А вам вы берете эти чужие как бы деньги. То, что банкир будет, вы будете проценты платить. Это банкира дело не ваше. У каждого своя жизнь и своя энергетика. И вы этим кредитом перекрываете деньги. И потом начинается кредит на кредит, туда-сюда, там занял. Все, вы перекрыли. Вот здесь идет тоже такое. Почему перекрыты? Нужно расплатиться со всеми долгами. Да, вот я вам сказала, не на свои средства. То есть, вот видите, и деньги уходят. Потому что хотите жить или не на свои средства, или кому-то позавидовали. И деньги от Вас уходят вдаль-далекую. Делаю три варианта. И сейчас еще одну карту достану. Вот из другой вот. Вот еще достать. Вот эту вот там. Главное, чтобы было вам видно карты. Я думаю, что видно. Зеленая свеча, красная и белая у нас сейчас горит. И будем потом ее поджигать от зеленой свечи. Зеленые свечи для богатства, для денег всегда в ритуалах. Красные тоже используются на это. Обычно при чистках, когда денежные каналы чистим. И также красные свечи используются в любовной магии. И белые свечи используются тоже на чистоту. Есть еще синие. Обычно они совсем в другом работают. Каждые свечи работают по-другому. Так, что перекрывает? Зависть, кредиты. Зависть на чужие деньги. Кредиты вот прям тут четко показаны. И деньги от Вас далеко-далеко убежали. Так. Ну да, тут видите, карта похищения. Вы знаете, Вы хотите, чтобы с неба, что ли, повалились эти деньги. Кто-то в лотерею хочет выиграть. И вот этим Вы закрываете свой денежный эгрегор. Не бывает денег из пустоты. Деньги бывают только заработанные. И только заработанные деньги будут вести круговорот. И по-другому никак. Вот такой был расклад у нас номер один. Переходим к раскладу. Номер два. К цифре два. Я буду откладывать, чтобы было видно. Что мешает? Мы смотрим, что мешает и препятствует. Если Вы женщина, то Вам мешают и препятствуют мужчины. Это могут быть и отношения с мужчинами любовные. Очень часто, когда женщина вступает в любовные отношения, ей перекрывают денежный путь. Вот кто-то мне обязательно напишет в комментариях. Пожалуйста, пишите в комментариях, у кого это есть. Пишите обязательно ответы. Здесь что перекрывает? Мужчина перекрывает. Он как бы берет на себя Вашу энергию и Вам перекрывает Ваш денежный эгрегор, Ваше финансовое благополучие. Также здесь идет, что если начальник у Вас кто-то мужчина, то он будет, начальник, директор, еще кто-то там, то он будет отнимать Вашу энергию, Ваше благополучие. Если смотрят женщины. Если смотрят мужчины, то тоже мужчины. Но тут будет идти как в деловом таком аспекте. Ну, у кого-то, может быть, и будут там отношения, но не буду говорить это вслух на видео, потому что некоторые обижаются, поэтому не говорю, Вы сами поняли. Здесь мешают мужчины. Почему мешают мужчины и дают перекрытие? А после вот этого маленького расклада, где мы поймем причины, мы сделаем ритуал круговорот денег у нас и будем привлекать деньги. И самое главное, Вы можете делать это дома потом сами. Сейчас, пока я раскладываю, ищите свои чеки, которые Вы приобрели в магазинах за покупки. Так, почему мужчины мешают? Да, они закрывают Вашу силу. Вот, понимаете, вот прям вышло. Вы сильная женщина, а мужчина начинает забирать у Вас энергию и перекрывает Ваш денежный поток. Как мужчина отходит из Вашей жизни, из отношений, то у Вас опять начинается путь, и Вы начинаете зарабатывать деньги, да? То есть мужчина перетягивает на себя деньги. Посмотрите, как хорошо карты легли. Вы, дама, королева мечей, король монет и всадник мечей. То есть он, вот этот человек, то есть мужчина, даже в отношениях лично, это может быть, это может быть Ваш самый любимый человек, но он будет перетягивать на себя Вашу денежную энергию. А любовь и деньги – это две энергии, которые взаимосвязаны. И мужчины будут попадаться такие, которые не будут отдавать, они будут только брать. Давайте посмотрим теперь просто быстрый расклад, потом ритуал. Так, и что у нас? Почему мужчины? Вот почему мужчины-то мешают нашей маркизы? И графия. Почему? Да, вот видите, здесь идет такое, что надо быть очень осторожны, и здесь идет такое, у кого вышел второй вариант, ни в коем случае мужчинам, своим любимым, и даже детям, и братьям, и никому не давать денежные средства. Мужчина должен добиваться сам. И здесь идет, то тогда энергию с Вас выкачают, и денежный эгрегор Ваш закроется. И почему? Вот видите, здесь на карте одни мужчины. И эти мужчины будут себе прибавлять, вот понимаете, вот он один, и вот все прибавляет, прибавляет Ваше, Ваше благополучие, Ваше, А у Вас, Ваши денежные средства, а у Вас остается только, вот как скалы в океане, не залезть, не обойти, не проплыть. Вот по какой причине у Вас, например, закрытый доступ к денежным средствам, к денежному каналу, к материальным благам. Это вариант номер два. Вариант номер три. И мы будем сегодня это все открывать. Вариант номер три. А вам мешают люди. Вам мешают люди, общество. Знаете, здесь вообще у кого вышел третий вариант, здесь лучше работать, не когда много людей, а в одиночку. То есть можно работать и через интернет, и через ютуб, но делайте Вы сама, одна. Тут нельзя вступать. То есть если Вы, например, в большом предприятии, здесь будут мешать вот эта энергетика людей, она будет, они будут из Вас как бы это забирать. Чем больше народу, тем меньше для Вас кислороду. Денежного кислорода. Сейчас еще посмотрим, почему перекрывается. И еще тут идет, вот еще у некоторых. нельзя, деньги перекрываются тогда, когда Вы очень часто вот куда-то ходите в увеселительные заведения, там рестораны, клубы, еще чего-то, тратите деньги на увеселение вот в таких вот местах. Может, это даже кинотеатры и театры могут быть. Но здесь такое вот идет, где много людей, там закрывается Ваш денежный канал. Давайте посмотрим, а почему так? Ну, кто-то действительно может бросать деньги на ветер, на последние деньги, которые остались до зарплаты, образно говоря, а пойти в ресторан прогулять. Ну и хорошо, а завтра подумаем, что будет, как-нибудь переживем. Вот здесь закрывается денежный канал. Деньги на ветер, там, где много людей, на какие-то празднества, мероприятия, любые, когда праздники есть, вот сейчас будут праздники у нас, год заканчивается, любые праздники, где много людей, где вы выбрасываете деньги, можно сказать, на ветер, и этим вы перекрываете денежный канал, и где много людей, не надо вам работать на предприятии, где много людей. Так, почему так идет, что люди? Вот видите, прям просто люди. Почему? Вот это много, вышло, вот видите, и вы становитесь жертвой, да? Понимаете, вот это вот количество людей, тут вышла карта, конечно, семейная, но она вот именно, вот как много-много людей, это десятка кубков, эмоциональность, то есть вы тоже отдаете эту энергию в никуда, этим людям, официантам, там еще кому-то, барменам, массовикам, затейникам, и становитесь жертвой, у вас забирают деньги и закрывают вам путь. Почему так еще? Поэтому просмотрите свое поведение, посмотрите, пожалуйста. так, вот у нас три, вот так вот. И почему в третий вариант? Почему? Потому что, понимаете, пошли вы, например, в ресторан, и выпили, натанцевались, и пришли бездыханные, энергию всю отдали, и деньги отдали, вот видите, вот они, на карте показаны, вот они, и деньги все отдали, и все, вас опустошили, вот таким образом. У каждого свой, в общем-то, путь, вариант, но вообще у некоторых, может быть, со всех трех сторон, потому что в одном случае так, в другом случае так. И мы посмотрели, почему у вас закрываются денежные, денежные потоки, почему работу не можете найти, или работа, например, такая, низкооплачиваемая, почему бизнес там не идет, вот я вам сказала, почему, по трем вариантам. Хотите, можете посмотреть все варианты, и проанализировать. Это тоже будет правильно, потому что варианты короткие, и можно сделать анализ, и я рекомендую, посмотрите три, и проанализируйте свою жизнь, свою ситуацию. А привлечь, понимаете, закрывается денежный, и Григорь, очень-очень быстро, а вот открыть его очень сложно, поэтому сейчас мы посмотрим ритуал, если вы потом на следующий месяц, или даже, может быть, после того, как посмотрите видео, сделайте из своих чеков тоже такой ритуал, то перед этим, пожалуйста, если умеете сделать такую какую-то чистку, делайте сами, если нет, то посмотрите мои видео, где чистка есть, заходите в плейлисты чистки защиты, и сделайте какую-нибудь даже онлайн чистку, и после этого только делайте денежный ритуал. Денежные ритуалы делаются на растущую луну, исключение составляют руны. Вот у меня сколько чеков, я их все копила, копила, в том месяце хотела вам показать, но копила и заодно и себе. И когда мы сейчас зажжем эти чеки, нужно, чтобы они все догорели, я буду их переворачивать как-нибудь, не взяла палочку, сейчас положу, нужно будет говорить такой заговор. Чеки сжигаю, богатство зазываю, чеки сжигаю, богатство прибавляю, чеки сжигаю, богатство закрепляю, аминь. Вот пока они горят, вы это говорите. Пепел потом выбрасываем в окно, или с балкона, или в окно, по ветру. Ни в коем случае нельзя, ни в воду, ни в унитаз, ни в помойное ведро, ни в коем случае по ветру. И вот эта энергия чеков, понимаете, это энергия денег. Вот видите, сколько истрачено денег вот на эти чеки. Это деньги, это энергия денег. И вот эта энергия денег начнет вращаться, у вас будет круговорот. Это очень простой ритуал, мне кажется, он из Симарона, я его давно знаю, очень давно, и периодически им пользуюсь, когда нужно действительно немножко вот сделать, чтобы деньги шли рекой, деньги всегда остаются со мной. Деньги текут ко мне рекой, деньги всегда остаются со мной. Но вы здесь называете, когда вы говорите, чеки сжигаю, богатство зазываю, для себя можете называть имя. Я считаю, что если вы называете имя, фамилию, то все-таки там наверху лучше услышат. Так, и мы начинаем. Растущая луна, чеки вы собрали, можете делать вместе со мной, также положить в какую-нибудь там железную емкость, сковородку, эти чеки. И сейчас мы будем их зажигать. Они должны сгореть. Так, отодвину карту, чтобы нет. Будем зажигать от зеленой свечи. И вот, когда они горят, будем произносить. Так, что ж я творю-то. Сделаем такое. Видео не очень длинное, но это очень видео эффективное. Обязательно посмотрите. Потому что привыкла, что зажигаю. Вот кто-то не пускает. Видите, надо зажечь от зеленой свечи. Вот зажигаю спичку. А я зажигаю просто. Вот зажигаю спичку от зеленой свечи. И поджигаю. Поближе, чтобы оно горело тут. И поджигаю. Так, не хочет гореть, а? Чеки сжигаю, богатство зазываю. Попутим вот так потихонку. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство закрепляю. Аминь. Крутим. Вот так можно крутить. Главное же, чтобы не будет гореть. Палочкой там чем-нибудь горит, чтобы горело все. Чтобы все горело. Вот, будем вот так вот. Чтобы горело, чтобы вам было видно, как все горит, пылает. Снизу будем доставать, чтобы оно все горело. Просто у меня много чеков. Если у вас меньше, конечно, просто я их копила, копила. Вот накопила. Делаем чеки. Сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство закрепляю. Аминь. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство закрепляю. Аминь. Обязательно нужно подождать, чтобы все сгорело, все. Я возьму палочку. То есть надо помогать. Помогать, чтобы горело помогать. Помогать. Видно тут все, видно. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство закрепляю. Аминь. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство закрепляю. Вот как в костре мы все это должны, все, все, чтобы собрали, все сжечь. Чтобы все сгорело до пепла. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство закрепляю. Аминь. Ждать пока полностью все, ни одной искринки, чтобы не осталось. Вот только тогда можно выкинуть уже по ветру, чтобы ни одной. Вот видите, здесь не дожгло, значит, еще прибавляем, поджигаем. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство закрепляю. Аминь. И да будет так, так и будет. И так будет во веки веков. Для. Имя свое называйте. Все должно вот такой в пух превратиться. Потом вот так же вы все палочкой мешаете. Вот видите, опять не догорело. Все должно превратиться вот в такой вот просто пепел. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство призываю. Чеки сжигаю, богатство прикрепляю, закрепляю. Аминь. Ой, это надо убрать. Вот вначале так очень что-то мешало. Сейчас уже все. Вот сделали мы такой ритуал. Потом вы все это вот, оно перестанет уже искриться. Остынет. И вы по ветру это развеиваете. Не рекомендую делать это ночью, потому что это деньги. Лучше на деньги делать до захода солнца. Вот где не догорит, нужно потом еще зажечь, чтобы догорело. Сейчас специально смотрю. Вот такой вот ритуал. И вот такой у нас был расклад. Небольшой. Но вы увидели причину, почему от вас, например, уходят денежные средства. И этим ритуалом вы прикрепляете деньги к себе, и вы возвращаете вот этот денежный эгрегор. Чем чаще вы будете это делать, то есть, например, каждую растущую луну, тем быстрее будут вращаться ваши деньги, ваш круговорот денег. Есть круговорот воды в природе, а у вас будет круговорот денег у вас. Очень интересная эта вещь рекомендую делать. Также рекомендую, чтобы вы приготовились, я давала ритуал. Кладем деньги под ковер перед полнолунием, за трое суток до полнолуния. Ритуал такой есть, пожалуйста, смотрите и делайте. Запишите себе, когда будет, потому что иногда вы в это время на работе, и каждое полнолуние не получится. А бывает полнолуние ночью, бывает полнолуние ранее утром. То есть, и вы можете это сделать. И не пишите, а я вот на работе, значит, вы в этот момент сделать не можете. Поэтому магия – это так всегда терпение и преодоление препятствий для того, чтобы свершилось. И вообще в жизни всегда так. Пока-пока. С вами была Вивьена. Я показала вам ритуал, очень эффективный на прибавление денежных средств. А сейчас я пойду, я и свою силу тоже давала на этот ритуал. Пойду выкину это с балкона. Всех вам благ, радости и материальных благ. Когда есть материальные блага и финансы, тогда жить легче. И отношения тогда в семье легче, потому что вы не будете думать, на что завтра купить хлеб и капусту. И сделать солянку просто с черным хлебом. Вы будете знать, чем кормить себя и своих детей. Пока-пока. До новых встреч. С вами была Вивьена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова